За сутки в зоне АТО Остановление о внедрении новой системы регистрации въезда-выезда на внешних границах Шенгенской зоны. По словам главы МВД Эстонии Андреса Анвельта, ее внедрение будет способствовать улучшению внешнего пограничного контроля, лучшей идентификации лиц, нарушивших срок пребывания и усилению борьбы с терроризмом. Нововведение будет применяться независимо от того, нужна ли путешествующему виза. Поиски пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» стали еще более масштабными. Об этом заявили официальные представители военно-морской базы в Мардельплата. «Мы утроили усилия по поиску субмарины и на поверхности, и под водой. Задействованы 10 самолетов. Также участвуют 11 кораблей аргентинского флота и разных стран, которые помогают в поисках». Субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 члена экипажа. Поиски начались вечером 16 ноября. На помощь Аргентине пришли Великобритания, США, Бразилия, Уругвай, Чили и Перу. При этом аргентинские подводные лодки в спецоперации участвовать не будут. «Для эффективного поиска в этом районе нужны лодки с многолучевым сонаром. Это означает, что участие наших субмарин не поможет, потому что они не оборудованы аппаратурой, которая предназначена для подводного поиска». Тем временем в Мардальплата собрались родственники моряков, ожидая о них известий. В субботу ВМС Аргентины получили семь сигналов по спутниковой связи. Предполагают, что их отправили с пропавшей подлодки. Однако сигналы были очень слабыми, и установить связь не удалось. Также не получилось определить, откуда они поступили. Подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии. Состав ВМФ Аргентины вошла в начале 80-х годов. В 2008-м было проведено техобслуживание. На субмарине заменили дизельные электрические двигатели. Греческие спасатели обнаружили тело еще одной жертвы наводнения. Таким образом, общее число погибших в этом стихийном бедстве достигло 20 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Ливни обрушились на центральную и северную части Греции еще неделю назад. Через два дня началось наводнение. Среди наиболее пострадавших – город Мандра под Афинами. Грязь в перемешку с мусором пронеслась по местным улицам, вызывая серьезные разрушения. Десятки человек лишились крова. «Сами видите, что здесь происходит. Это большое бедствие. Но мы живы, и это главное». Уборочные работы осложняют нехватка чистой воды. А недавно дожди пошли с новой силой, и люди снова взобрались на возвышенности. «Ситуация драматическая. Наша главная проблема – нехватка воды. Ее очень мало. И если так будет продолжаться, то у нас очень скоро могут возникнуть проблемы со здоровьем. Люди очень легко впадают в панику. Ранее объявили, что река снова выходит из берегов. И, как видите, все снова забрались на крыши». Пострадали также города Мегара и Неаперамос. Уровень воды доходил до вторых этажей зданий. Дожди такой силы здесь можно считать аномальными. Инфраструктура страны не рассчитана на такие наводнения. Стихийное бедствие стало одним из худших для этого региона Греции за последние десятилетия. Голодомор 1932-1933 годов Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Днепропетровскую область посетил участок отремонтированной объездной дороги вокруг Днепра. По словам главы государства, ее строительство позволит разгрузить областной центр. Порошенко отметил, что на строительство объездной дороги в бюджет области поступило 300 миллионов гривен, полученных в результате отчислений с таможни. До областей внаслідок митного эксперимента, который был започаткован президентским законом. И если спросить людей, что в первую очередь они сейчас видят, как качественные изменения в государстве за три года, это не только строительство армии, это не только безвизовый режим, не только угода про ассоциацию, не только эффективные изменения в энергетике Украины, но и дорожная будильница. За 10 месяцев текущего года Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы обеспечил сбор платежей в госбюджет в размере 211 миллиардов гривен. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве отметили, что на крупный бизнес приходится почти 57,5% от общего сбора в бюджет. Наибольшие поступления в разрезе основных налогов приходятся на НДС – более 93,5 миллиардов гривен. Этот показатель вырос на 21%. Поступления с налога на прибыль предприятий составили почти 38 миллиардов или на 33% больше, чем за первые 10 месяцев 2016-го. Акцизный налог принес в украинскую казну более 52,5 миллиардов гривен. Рост составил 20%. Отменять запрет на ввоз в США охотничьих трофеев из частей тела слонов пока не будут. Об этом в своем микроблоге в Твиттер объявил президент Дональд Трамп. А планы снять запрет на прошлой неделе объявила служба США по охране рыбных ресурсов и диких животных. Как предполагалось, охотники смогли подавать заявки на ввоз трофеев из африканских стран, таких как Зимбабве. Запрет на ввоз был введен администрацией Барака Обамы. Природозащитники считают, что он обоснован. «Мы беспокоимся, поскольку спрос на слоновую кость в Китае и Америке просто огромный. Решение администрации Трампа может заставить людей снова подумать, что владеть слоновой костью – это нормально. Мы считаем, что из-за этого Китай может начать задавать вопросы. Почему мы должны запрещать ввоз слоновой кости, если в Америке импорт собираются разрешить?» По мнению республиканской администрации, разрешение на ввоз трофеев должно, наоборот, помочь в защите животных. В этом случае состоятельные американские охотники будут приносить немалые средства организациям, которые занимаются охраной слонов. Пейзажи биосферного заповедника «Бабочки Монарх» в Мексике оживили миллионы насекомых с оранжево-черными крыльями. Это означает, что Денаида Монарх вновь прилетела сюда на зимовку из Канады, а заповедник официально открылся для всех поклонников этих ярких бабочек. Природоохранная территория пролегает через штаты Мехико и Мичуакан. Согласно отчётам, маршрут полёта бабочек тянется по Мексике через тысячи километров. Их колонии уже обосновались в Пьедро и Раде, в заповедниках Росарио и Сьерра-Чинкуа, где штат Мехико граничит со штатом Мичуакан. Это даёт надежду на то, что сезон будет отличным. Ещё два десятилетия назад численность монархов достигала одного миллиарда. Сейчас же бабочек осталось намного меньше. Они погибли во время миграции по Канаде и Соединённых Штатов Америки из-за расширения фермерских угодий. На них уничтожают растения ваточник – ядовитая для скота и привлекательная для бабочек. В самой Мексике крылатым насекомым угрожала вырубка леса. Теперь же ситуация меняется. «Большинство местных жителей были лесорубами. Это было их работой. Но теперь мы понимаем, насколько важно сохранить популяцию монархов. Поэтому мы больше не рубим лес, а заботимся о деревьях, чтобы защитить лес от гибели и пожаров». В последние годы власти Мексики, Канады и Соединённых Штатов Америки активизировали совместные усилия по сохранению бабочки монарх, и её численность восстанавливается. Биосферный заповедник в Мехико и Мичуакане будет открыт до конца марта. В прошлый сезон его посетили 200 тысяч человек. Заключительный этап мирового состязания на лёгких одноместных самолётах прошёл на окраине тайского курортного города Паттайя. Соревнования проходят в классе Формула-1. В этих соревнованиях у пилотов нет права на ошибку. Всего в нескольких десятках метров над землёй они развивают скорость до 450 км в час. Пилоты летают по эллипсу. Восемь кругов выявляют победителя. Чемпионом мира стал американец Тим Коун, 52-летний житель штата Вирджиния. Начинал он гонку третьим. Однако смог обогнать своих соперников Джастина Филлипсона и Филиппа Гофорта, тоже из США. Невероятно счастлив, очарован Таиландом, восторг от ребят, с которыми летал. Этим занимаются одни из лучших пилотов в мире. Если посчитать, то пилотов Формулы-1 даже меньше, чем астронавтов. Так что стать первым среди них – это кульминация прекрасного лета, прекрасного года. Жду с нетерпением следующего года, чтобы подтвердить свой титул. Длина трассы составляет полтора километра. В гонках могут участвовать только самолёты, особым образом модифицированные под такие полёты. Временами они пролетают всего в 10 метрах от земли. По данным организаторов, мероприятие посетило около 100 тысяч человек. Позавтракать у Тиффани теперь можно в реальности. Причём не возле витрины одноимённого магазина на Пятой авеню в Нью-Йорке, как это делала героиня Одри Хэбберн, а прямо внутри. Здесь, на четвёртом этаже, открылось новое «Блубокс-кафе», оформленное в белом и фирменном бирюзовом тонах. «Конечно, при создании этого кафе мы помнили о фильме, зная, что многие захотят прийти и позавтракать у Тиффани. Но идея намного глубже. Это словно дополнение к нашему бренду. Теперь можно больше времени проводить в нашем магазине. Позавтракать или пообедать, или выпить чашечку чая в Тиффани». «Блубокс-кафе» предлагает завтрак по цене 29 долларов, не считая НДС и чаевых. Клиенты, которые встают немного позже, смогут перекусить за 39 долларов. Ну а плотный ужин с чаем обойдётся на десятку дороже. Модные бренды часто открывают кафе или рестораны под собственным именем. Тиффани Эндко надеется, что тематическое кафе повысит популярность старейшего магазина компании и привлечёт больше молодёжи. Американский фильм «Завтрак у Тиффани» вышел на экраны в 1961 году. Героиня комедии Холли Галайтли мечтает найти богатого мужа и обожает ювелирный магазин Тиффани. Фильм начинается с кадров, где девушка ранним утром завтракает на улице возле витрины с украшениями. Одри Хепберн говорила, что эта роль стала самой яркой и одной из сложнейших в её карьере. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова